МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пока городские деревья выбирают желтый и оранжевый, а могилевчане спешат на работу в теплых пальто, могилев не грустит по поводу дождей и холодов. Могилевский октябрь был богат на события, на выставки и достижения. Кстати, в ближайшие полчаса о жизни города и горожан в программе «Встретимся у звездочета». Осень – это еще и время, чтобы позаботиться о своем здоровье. Не секрет, что в смену сезонов обостряются хронические заболевания, нагружают организм инфекции и вирусы, которые любят сырую погоду. Поэтому беречь свое сердце в прямом и переносном смысле советуют медики. В осенней дымке уже видны очертания будущего кардиоцентра. Это еще один важный медицинский объект для Могилева. На территории областной больницы строится корпус, где сосредоточится кардиологическая служба. В городе существует разделение. Экстренных сердечников везут в больницу скорой медпомощи, в областной многоплановой хирургии. Новый кардиоцентр под одной крышей соберет все виды сердечной помощи. «Здесь на месте сразу будет оказываться и консультация, диагностические процедуры и оперативное или консервативное лечение пациентов. Конечно, строительство этого корпуса – это огромная подвижка. И самое главное, что это приоритет не только для тех, кто работает, но и для пациентов, для жителей области». Анатолий Кулик – сам кардиохирург с большим стажем. В больнице с командой поставили на поток операции на сердце. И такой специализированный корпус – мечта для кардиомедиков. Скоро она станет явью. Власти региона всячески поддерживают проект. Ведь для очень многих ремонт главного моторчика продлевает жизнь и ее качество. «У меня был ковид, я переболела, посидела в определенном времени дома, а потом вернулась в назначенное время. Вот сейчас я прооперирована, мне поставлен клапан биологический итальянского производства. Ну, я на очередь надеюсь, что он действительно мне поможет, поправит мое здоровье». Медики надеются, что с новыми возможностями в кардиокорпусе сократится лист ожидания на операции до 2-3 месяцев. Сейчас ежегодно делают 270 вмешательств на сердце, а планируют их увеличить вдвое. И в этом есть потребность. Например, каждый десятый житель региона имеет аритмию. Сбой ритма сердца. Восстановить ровное биение часто очень сложно. Спасались операциями, но их делали в столице. В новом кардиоцентре появятся дополнительные возможности. Будет гибридная операционная в новом корпусе, где совместно с эндоваскулярными хирургами, о которых я уже говорил, можно будет тоже через небольшие ратри заставить клапаны, бороться с аритмиями, когда сердце сокращается не так, как необходимо. Надеемся, что все это закупит и что мы сможем успешно этим пользоваться, и будет довольна нашим пациентам. Один из этажей в новом кардиокорпусе будет занимать трансплантология. За труднопроизносимым словом будущее, относительно новое направление в хирургии, активно осваивают и в Могилеве. Уже сделали более 80 пересадок почки. Есть планы на пересадку печени, а потом можно замахнуться и на сердце. Трансплантационная технология – это не только трансплантация или пересадка, как в народе говорят, почки. У нас это выполняется и в других отделениях. У нас несколько хороших результатов по пересадке донорской аорты. У нас занимается пересадкой микрохирургия глаза. Наше отделение – травматология. Это такое широкое же понятие, оно становится с каждым годом все шире и шире. Но это веление времени, и мы пытаемся не отставать. Кстати, на строительстве кардиоцентра в Могилеве останавливаться не собираются. Рядом думают возвести новый терапевтический корпус. А вообще не забывайте про маленькие и большие радости. Они лечат не хуже докторов. 21 награда и первое место среди регионов. С такими результатами представители Могилевской области вернулись с 4-го конкурса профессионального мастерства WorldSkills Беларусь-2020. Среди лучших – команда Белорусско-Российского университета. Эта станция должна сортировать детали по цвету и по материалу. Нажмем на кнопку «Стартер». Запускается программа. Мехатронная станция – мини-копия установки для сортировки на производственном предприятии. Студенты учатся такую собирать, программировать и делать наладку. Свои навыки команда БРУ успешно проявила на республиканском конкурсе профессионального мастерства WorldSkills. Наше было преимущество в том, что мы, во-первых, продолжительное время готовились, разбирали задания предыдущих лет и делали упор именно на механическую сборку, то есть на скорость. Тимофей Овчинников только начинает осваивать мехатронику. В конкурсе профмастерства конструировал роботы для сбора сельхозпродукции. Возможно, именно так в будущем и будет выглядеть техника на полях. Команде Тимофея удалось придумать самый оптимальный захват контейнера. По факту это портальный робот, так как он оперирует контейнером внутри себя. Фишкой данного захвата и главной особенностью является то, что у нас контейнер держится очень прочно и не занимает места перед, за роботом. Мы можем также спокойно проходить все углы и повороты, не беспокоясь о габаритах. Высококвалифицированных мехатроников, робототехников, машиностроений в Беларуси готовит только Белорусско-Российский университет. Такой специальности здесь обучают уже 4 года. В ближайшее время планируют открыть и магистратуру по мехатронике. В будущем я вижу себя специалистом по мехатронике, потому что мехатроника в последнее время очень интенсивно развивается. Большинство производств автоматизируется, и на них нужны специалисты по мехатронике, так как они связаны с механической частью и с автоматизацией. Еще одну медаль в копилку БРУ принесла команда будущих геодезистов. В последнее время очень хорошо развивается система автоматизированного проектирования, которые помогают не просто облегчить, а практически выполнить часть расчетных работ за геодезиста. Наши участники должны были в кратчайшие сроки, буквально за полгода, освоить элементы работы с новой современной программой, которая как раз-таки включала различные этапы проектирования. Профессионалы должны уметь решать достаточно сложные проблемы, например, устранять неисправности в компьютерных сетях предприятий. И с этим команда БРУ справилась на отлично. Компетенции сетевой и системное администрирование взяли серебро. Чтобы стать лучшими, надо было не только владеть технологией, но и увидеть оптимальное решение – работать на скорость. Найти неисправность, допустим, отсутствует доступ к какому-либо ресурсу в интернете или же к какому-либо серверу или к принтеру просто. Это действительно очень полезный конкурс, потому что он показывает, на каком уровне мы, как предприятие, которое обучает студентов, на каком уровне мы находимся. То есть соответствуем мы сегодняшним реальным потребностям предприятия или нет, и насколько соответствуем. Студенты уже в предвкушении следующего конкурса профессионального мастерства. А теперь они учатся выполнять задания и на английском языке. Это новое требование конкурса – проверить студентов на способность работать по международным стандартам. Парк Подниколе – одно из самых популярных мест отдыха могилевчан и гостей города. Сейчас проходит осенний месячник по озеленению, объявленный Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды. И могилевские природоохранники показали пример. Заложили в парке аллею Туй. Место закладки аллеи определили архитекторы – вдой прогулочной дорожки. В парке Подниколе работают представители нескольких организаций. Ведь им нужно посадить ни много ни мало – 150 туй. В прошлом году мы убирали территорию парка или лесной зоны землянки. А в этом году предоставилась возможность шикарная – посадить, благоустроить парк Подниколье, посадить прекрасные Атуи. И тем самым придать еще большую красоту этому замечательному парку. Я очень восхищаюсь нашим городом, насколько он преображается. В субботу, 10 октября, будет дан старт общей республиканской акции «День озеленения». Участие в ней просят принять и трудовые коллективы, и студентов, и учащихся, и вообще. Присоединиться к посадке деревьев может любой желающий. Достаточно сделать звонок под администрацию своего района для уточнения, куда и во сколько прибыть. Покупать зеленое насаждение самим гражданам будет не надо, но в целом уже точный конкретный порядок посадки в каждом административном районе должно быть уже как бы определено. Поэтому следует обращаться туда и узнавать вот эти вот детали. Либо в районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды, поскольку нашим службам поручено на местах координировать эту работу. Акция «День озеленения» под лозунгом «Посади дерево» организована Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках кампании «Обустроим малую родину» и проводится со 2 октября по 2 ноября. Кстати, в Могилевской области во время весенней акции посадили 54 тысячи деревьев и декоративных кустарников, таким образом перевыполнив уже годовой план. Тем не менее, во время осенней кампании планируют посадить еще около 15 тысяч деревьев в городах и селах. Осень в нашем городе – это новые яркие краски, неспешные прогулки, запах листьев, дыхание первых холодов и ожидание спокойствия после суетливого лета. Чтобы успеть схватить неповторимую осеннюю красоту, можно ее зарисовать. Так и делают на мастер-классах в музее Белынского Берули. На выставке «Мастаки-наставники», где представили свои работы педагоги Могилевской детской школы изобразительных искусств, проходят мастер-классы. На этот раз юные художники учатся рисовать краски осени акварелью. Мастер-класс проводит Лариса Буткевич. Очень хочется работать с акварелью, потому что она живая, она пластичная, она непредсказуемая, она может выражать наши эмоции, наши мысли, о которых мы еще даже сами-то и не знали. Пока природа рисует осенними красками за окном, участники мастер-класса ищут свои тона и образы, можно сказать, свою осень. Когда она уже поздняя, то тогда она, да, такая холодная, а когда она только началась, она такая яркая. Осень пока не поздняя, а теплая и яркая, но холода, конечно, придут. Правда, юных могилевских художников они, кажется, не пугают, а вдохновляют. Ну, у меня холодная. Я люблю осенью попить чай. И тогда становится тепло. Акварель – это непросто. Эти краски любят воду, воздух. И, как говорил известный могилевский акварелист Федор Киселев, свободу. Художнику нужно отпустить на свободу свои мысли и рисовать так, как чувствуешь, теми красками, которые любишь. Вообще я люблю яркие краски, люблю жизнерадостные краски. Поэтому, вот как вы видите, более такие яркие, желтые, но нужно тяжелое такое небо, чтобы был как бы, ну, какой-то баланс, что ли. Акварели – это, кстати, не только краски. Вот еще один урок этого мастер-класса. Можно немного химичить, как говорит педагог. Для разнообразия картинки использовать чай, кофе, соль, мыло и даже парафиновые свечки. Но все же главное – это тона. Мне нравится солнечная осень, поэтому теплая тона, оранжевый, желтый, возможно, охра, коричневый, чуть-чуть голубого. Но, скажем прямо, у каждого творца своя особенная осень. Очень мрачная и холодная. Да. И в этом тоже есть красота и искусство? Ну, конечно. Во всем есть красота и искусство. И в осени тоже. Даже в холодной и мрачной. Все правильно в этом мире. Кто-то любит осенние дожди и видит прелесть в осенних туманах. Кто-то ждет красивых природных картинок с инеем. А кому-то дороже всего последние теплые деньки и ласковое осеннее солнышко. Но если вдруг унылое настроение захватило, то дети могут посоветовать, как сделать осень теплее и лучше. Побыть с семьей, с друзьями, побольше веселиться и не унывать. Искать во всем что-то доброе и хорошее. Гуляю с собакой, с родителями, с друзьями. Возвращаюсь после школы и смотрю на деревья, какие они яркие, красивые. И пожелания от мастер-класса, краски осени всем нашим телезрителям. Солнечных дней и, конечно, улыбок. Солнечных, таких же ярких, как и детские наши приятные работы. Надеюсь, они получатся у нас замечательные. Правильно, ребят? Да. Да. Эта осень порадовала нас необычно теплой погодой. И мы ожидаем новых приятных сюрпризов. Но не зря говорят, что с первыми осенними холодами жизнь только начинается. Могилёв любуется листопадом, успевая при этом жить полной жизнью, работать и развиваться. Пускай всё будет хорошо. Могилёвская таможня безвозмездно передала компьютерную офисную технику Могилёвскому аэроклубу имени Кулагина. Три полностью укомплектованных компьютера, монитор, системный блок, принтеры, многофункциональный офис-центр и сканер. Эта техника будет использоваться при обучении спортсменов и курсантов. Вот аппаратура, которой мы очень долгожданно и существенная помощь нам оказали, очень нужна для облегчения или улучшения процесса подготовки лётного стола, спортсменов и так далее. Аэроклуб имени Кулагина и Могилёвскую таможню давно объединяет не только профессиональное сотрудничество. Аэроклуб ремонтирует самолёты за границей, а таможня оформляет документы на выезд и возврат лётной техники и новых деталей. Связывают две организации и совместные мероприятия. Группа работников таможни выполняла прыжки здесь. Кстати, тоже молодцы. Это здорово. Могилёвская таможня не первый год безвозмездно передаёт технику в различные организации Могилёвской области. Это в том числе и школы, и училища. Это Чаусская областная средняя школа, которая находится, соответственно, в Чаусах. Раньше это была школа-интернат. Технику, полученную от сотрудников таможни, распределили по кабинетам. Часть находится в классе предполётной подготовки, часть в кабинете парашютного спорта, а также в классах лётных групп. Это существенно облегчит нам наш процесс подготовки и подготовки документов многих, какие-то схемы, карты и так далее. Это повседневная работа, которая отнимала очень много. Если вручную всё делать, то отнимала много времени. Спасибо таможню, которая нас не забыла. Да, это здорово, когда помогают. Компьютерная техника пригодится для подготовки курсантов этого года. И, несмотря на то, что в этом году набор минимальный, три лётчика и пять курсантов боевого управления, планы у аэроклуба амбициозные. Планируем подготовку к чемпионату мира следующего года на нашей базе. Мы её пока не отменяем. Международная федерация, постоянно мы с ними в контакте находимся, они держат этот вопрос тоже на контроле. Сезон полётов 2020 закрывается уже в октябре, и можно подводить итоги лёдного года. Выпуск курсантов состоялся. У нас был 29 августа, был выпуск курсантов. Отлетали все ребята на отлично, поэтому задачу мы это выполнили. И сейчас работа на лётном поле идёт полным ходом. Выполняются прыжки спортсмена. Был чемпионат по многоборию парашютному в Бобруйске недавно. Мы принимали участие, наша команда. Есть и третье место, там ребята выполнили нормативы какие-то. Плановые прыжки, плановые полёты, подготовка спортсмена. Наблюдать Могилёв с высоты птичьего полёта лучше работы не придумаешь. Так считает каждый настоящий или будущий лётчик. Но самое большое желание, чтобы под крылом самолёта всегда была мирная земля. Элегантная Европа, экзотичная Азия, традиционное Черноморское побережье. Ещё в начале года могилевчане воодушевлённо планировали, куда отправиться в отпуск. Но уже весной пандемия коронавируса закрыла и границы большинства туристических стран, и мечты на зарубежный отдых. Приходилось ли отменять или как-то менять свои планы на летний отдых? Да, приходилось. Мы собирались в Петербург к своим друзьям. К сожалению, пришлось отменить. Но провели здесь, в Белоруссии, совсем неплохо. В этом году мы отдыхали дома. С ребёнком дома. Мы были у бабушки, как и в прошлом году, в принципе. К сожалению, конечно, вот закрытие границ не радует. Грустно. Надеемся, что скоро это прекратится. Напомним, в середине лета у могилевчан появилась возможность отдохнуть в Черногории, Албании, Египте, Турции. В июле даже удалось совершить рейс в Турцию из могилевского аэропорта. Ближе к осени немножко изменились правила. Так эти страны были доступны без теста, без карантина. Сейчас, на данный момент, если мы летим в Египет, то с 1 сентября обязательно за два дня до вылета пройти тест ПЦР. При наличии справочки о том, что нет коронавируса, могут туристы лететь. Турция пока без тестов, без карантина. Черногория с сентября при возвращении к нам в страну сейчас требуется 14-дневный карантин. Но и при этих условиях желающих немало. Небольшой выбор стран для отдыха компенсируется минимальным количеством туристов. Отели заполнены в среднем наполовину. Да и цены не бывало низкие. Самое популярное направление сейчас – Египет. По словам турагентов, стоимость туров на Красное море в ближайшие месяцы продолжит падать. Я таких цен уже не помню очень-очень много лет. Наверное, больше десятка лет. Так как спрос все-таки был небольшой. И те туристы, которые рискнули в этом году, полетели. Они, конечно, получили максимум удовольствия за небольшие деньги. А вот те, кто бронировал туры заранее в Европу или Азию, оказались в сложной ситуации. Вернуть предоплату за путевки оказалось не так легко. Благо сейчас в условиях бронирования появился пункт, по которому в случае карантинных мер предоплата полностью возвращается. Ситуация с коронавирусом заставила аэропорты и отели принять меры профилактики для туристов. Перелет исключительно в масках, шведский стол с индивидуальной подачей, персонал в средствах защиты. Правда, во многих бюджетных отелях эти меры соблюдают лишь формально. А вот в могилевских гостиницах профилактики коронавируса подошли серьезно. Персонал строго в масках и перчатках, регулярная дезинфекция поверхностей. Ведь из-за пандемии и у нас поток туристов резко снизился. Основной контингент – командированные и участники городских мероприятий. У нас, конечно, было достаточно сложностей. Конечно, когда весной закрыли границы, стало значительно меньше туристов. И туристов, и спортивные мероприятия, все знают, что отменились. Сейчас уже как-то после лета немного начинает больше поток гостей становиться. Отдыху внутри Беларуси этим летом отдали предпочтение многие могилевчане. В Синеоке стали востребованы туры выходного дня. Где-то с июля-августа огромным количеством спросов пользовался отдых на агроусадебах, в санаториях и каких-то отдельных домиках, которые можно было забронировать в заповедниках различных, на берегах каких-то озер. Различные домики охотника, домики лесника. Вот это все пользовалось огромным спросом, особенно на выходные дни. И все же самым популярным форматом уикенда могилевчан в условиях коронавируса стал отдых в палатках. Семейные пикники на свежем воздухе эпидемически безопасны и доступны. Каждый год во второе воскресенье октября свой профессиональный праздник отмечают белорусские работники культуры. Это те люди, чье призвание создавать незабываемые зрелищные моменты для каждого из нас. Но в день культработника все наоборот. Мастера праздника становятся его героями. Актеры, танцоры, музыканты, художники, режиссеры, работники музеев и люди еще десятков профессий по старой доброй традиции в канун профессионального праздника съезжаются в могилев из разных уголков области. На праздничном концерте чествуют самых ярких и отличившихся работников культурной сферы. Приднепровский край изданно славился своими богатейшими историческими и культурными традициями. Благодаря творческому, каждодневному труду работников культуры, как в городах, так и в самых отдаленных населенных пунктах, эти традиции передаются из поколения в поколение. Это очень дорого стоит. Каждый из вас вносит большой вклад в воспитание новых поколений белорусов. Теплые слова, море цветов и благодарственные письма для тех, кто всегда на виду и для тех, кто остается в тени. Но главная награда – это внимание. Каждому работнику культуры очень важно внимание. Внимание, которое уделяется нашему труду. Внимание наших коллег, внимание окружающих. Ну и, конечно же, внимание со стороны руководства, высшего руководства города и области. Оценивать труд по достоинству. Эта награда означает для меня, что есть к чему стремиться и в будущем еще. Это говорит о том, что есть еще потенциал в сельских школах искусств. Есть еще потенциал в наших детях. И нам есть над чем работать. Нас объединяют цели. А цели у нас одни. Давать образование, воспитывать нашу молодежь. Глядя на самую юную, награжденную на праздники, можно смело сказать, что цели достижимы. Как тебе награда? Вот это почетно для тебя? Волнуешься или нет? Ну, я волновалась. Я вышла, все, я успокоилась. Я забрала. И мне нравится, конечно, что я это получила. Что бы ты хотела пожелать коллегам своим постарше? Постарше? Так, конечно, Жайя, наверное, больше меня знает всего. Но я им пожелала бы всегда в себе быть уверенной, ни в чем в себе не ошибаться и идти к своей цели. Ежегодно только в Могилеве проводят больше тысячи концертов и спектаклей, больше 20 фестивалей и около 100 художественных выставок. Работает 14 библиотек. В городе сотни коллективов художественного творчества разных жанров. И сфера культуры ежегодно пополняется молодыми талантливыми специалистами. Я, как молодой специалист Дворца культуры области, проработав всего лишь, казалось бы, год, это совсем небольшой период, но за это время я уже успела приобрести огромный опыт. Главное – не бояться показать себя. Не бояться в первый же год проявить себя. Возможно, через терни к звездам пробираться. И пусть покажутся немного странными, возможно, безбашенными твои идеи, но попробовать стоит всегда. Как обстоят будни? Неспокойно они обстоят, потому что каждый раз, каждый день какой-то праздник. И мы постоянно находимся в процессе подготовки к какому-то празднику. И это постоянно должен быть какой-то творческий полет, это постоянно репетиции, постоянно какой-то рост должен быть. И к без того непростым будням в нынешнем году добавилась и сложная эпидемиологическая обстановка. Большинство массовых мероприятий были отменены. Работникам культуры пришлось искать новые формы встречи со зрителем. Онлайн-концерты и интерактивные игровые программы, виртуальные галереи и дистанционные творческие конкурсы. Путь к зрителю был сложным, но все удалось. Вы работник культуры, но вы сегодня не в зале зрительном, а здесь, за кулисами и на сцене. Каково это? Ну, как всегда, я очень счастлива и рада, потому что это наш праздник. Поэтому я только счастлива и рада. Сцена – это жизнь. И я хочу поздравить всех работников с этим профессиональным праздником и пожелать здоровья, процветания и всего наилучшего. С праздником, дорогие работники культуры! И вас также с праздником! Спасибо! Если Могилев вам этой порой кажется слишком осенним по настроению, примите целительную дозу искусства. На Дубровенке в частной галерее Андрея Воробьева работает выставка Владимира Кононова и его коллег. Эта выставка посвящена 45-летию творческой деятельности могилевского скульптора, но на выставке не только скульптуры Владимира Кононова, но и его коллег, и даже наставников. Не зря выставка называется «Сопричастность». Сопричастность, потому что это сопричастность, во-первых, времени, памяти и сопричастность моим педагогам, которым я тоже приношу благодарность, соратникам моим, одноклассникам, однокурсникам и скульпторам, которые меня поддержали. Собрание своих работ, в том числе и новых, сделанных в последнее время, Владимир также посвятил 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большая дата в мировой истории и для мастера, она еще цена и тем, что свою первую скульптуру он создал еще в армии в Эстонии к 30-летию Победы. Это была точка творческого отсчета. С тех пор Кононов сделал много в монументальной и парковой скульптуре. Основные материалы для него – это бронза, камень и дерево, но на этой выставке работы в основном из гранита. Некоторые из них, кстати, посвящены любимому поэту Владимира – Осипу Мандельштаму. Свет, блик и камень ловит этот свет. Это поэзия камня, получается. Вот она сослучна, поэзия Осипа Емельевича. Поэтому мне так захотелось сделать. Из фонда в Могилевском музее имени Масленникова на выставке скульптура наставников Кононова. Вот это работа Леонида Давыденко. И сделана она почти полвека назад, когда и инструменты были другие. Но всегда главное – творческие идеи. Владимир не могилевчанин, но уже много лет живет в областном центре. Поэтому Сергея Сотникова, скульптора и преподавателя, который родился в нашем городе, но сейчас живет в Витебске, считает не просто другом, но человеком, который близок ему именно по могилевскому духу. Есть необычность этого духа, что мы не ощущаем себя провинциальными скульпторами. Мы – скульпторы мира. Вместе со скульпторами на выставке представлены графические работы. Они посвящены, кстати, нынешним поэтам уже в родном могилеве, и в частности Эдуарду Медведскому. А сам Кононов, восхищаясь творениями поэтов, учит нас помнить, что в любые времена мир все-таки прекрасен. Это неповторимо. Я думаю, что в любую эпоху это будет у художники жить, пока жив он. Это восхищение жизнью. Многие считают осень временем размышлений, но тем-то она и прекрасна, что дает возможность побыть наедине с собой. А место для теплых встреч остается неизменным. Встретимся на следующей неделе у «Звездочета». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова